Один грех влечет за собой другие. К последствиям грехов относится и то, что грех сеет другие грехи. И так, друг от друга, они размножаются, и в конце концов человеку становится очень трудно расстаться с ними и отойти от них. Как сказал один из наших праведных предшественников, поистине к наказанию за грех относится грех, совершенный после него, и поистине к награде за благое деяние относится благое деяние, совершенное после него. Когда раб Аллаха совершает благое деяние, другое, находящееся рядом с ним, говорит, соверши и меня тоже. А когда он совершает и это деяние, третье говорит то же самое. И так оно и продолжается. Награда увеличивается, а благие деяния умножаются. То же самое происходит и с грехами. И в конце концов покорность Аллаху, либо ослушание его, становится постоянным и неотъемлемым свойством человека. Так что если вершащий благие дела вдруг прекратит делать это, ему сделается не по себе, и земля будет казаться ему тесной. Он будет чувствовать себя, словно рыба, вытащенная из воды, до тех пор, пока не вернется к совершению благих деяний. Вот тогда душа его успокаивается и радуется око его. И если заядлый грешник вдруг откажется от грехов и обратится к покорности Аллаху, ему станет не по себе, грудь его стеснится, и ему будет трудно до тех пор, пока он не вернется к совершению грехов. И многие грешники совершают грехи, не испытывая никакого удовольствия и не имея никаких оснований для их совершения, а просто потому, что оставление грехов причиняет им страдания. Об этом хорошо сказал Аль-Хасан Ибн-Хани. Первую чашу выпил я с удовольствием, а вторую пил уже, как лекарство от первой. А другой сказал, была она лекарством моим, а на самом деле болезнью, подобно тому, как пьющее вино лечится им от него же. Когда раб Аллаха покорен ему, несмотря на все трудности, привыкает к этой покорности, любит ее и предпочитает ее ослушанию, в конце концов Всевышний Аллах по милости своей посылает ангелов, которые призывают и побуждают его к покорности, заставляют его отрываться от постели и от того места, где он сидит. А когда человек привыкает к грехам, любит их и предпочитает их покорности, то Аллах посылает к нему шайтанов, которые призывают его к ним. Первый усилил войско покорности с помощью подкрепления, и оно превратилось для него в прекрасных помощников, а второй укрепил войско ослушания с помощью подкрепления, и оно превратилось для него в помощников в грехи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok